Привет друзья! Думаю каждый из вас видел вот такие вот оксидные пятна на старых автобусах. Мало того, так и на машинах очень часто встречаются подобные стекла с пятнами. Так что же это за пятна такие? И почему на современных автобусах их нет? Оказывается, что такие пятна на стеклах автобусов говорят о том, что данные стекла закаленные. Плохо это или хорошо, но во время союза не было единого правового акта по изготовлению стекол для автобусов и автомобилей. Соответственно нужно было сделать стекла покрепче и делали как могли, просто брали и закаляли. Но к сожалению такие стекла нельзя было назвать безопасными. А как же именно изготавливали такие стекла? Все очень просто. Стекло помещали в специальную газовую печь. Затем просто грели его до нужной температуры и гнули под нужный угол. Для этих целей брали самое обычное однослойное стекло. После всех этих манипуляций стекло еще и закаляли. А пятна на стеклах образовывались от газовых форсунок. Где на стекле пятно, именно там и грела форсунка, и из-за разности температур образовывались пятна. А тот радужный перелив, который так характерно выдает эти пятна, является следствием такого физического явления, как интерференция на тонких пленках. Также нужно отметить, что подобные стекла ставили и на советские машины. Даже в наше время подобное можно увидеть и очень часто. Так а почему же на современных автобусах таких пятен нет? А все потому, что используется совершенно другая технология. Такие стекла обычно называют триплекс. Это многослойное стекло, два или более органических или силикатных стекол, склеенных между собой специальной полимерной пленкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки. Как правило, изготавливается прессованием при нагреве. Поэтому пятна тут просто исключены. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все, пока.